Многие опытные велосипедисты знают, что на левом шатуне и левой педали левая резьба. То есть для закручивания необходимо крутить против часовой стрелки, а на правой стороне правая резьба и педаль закручивается по часовой стрелке. Однако каждый раз, когда мы хотим выкрутить или закрутить педаль, то на секунду задумываемся и вспоминаем, в какую же сторону ее крутить. И когда не можем вспомнить, то прибегаем к логике. И зря на этом попалось множество новичков. И закручивали педаль со всей силой, думая, что откручивают. И сегодня мы расскажем, почему на педалях разная резьба, а с левой она обратная. Всем привет! Давайте думать как новичок, который в общем и целом хорошо учил в школе физику и легко понимает физический процесс. У нас есть задача выкрутить правую педаль. Значит, логика у нас следующая. Резьба педали сделана так, чтобы при вращении она не откручивалась. Я предварительно заблокировал немного втулочку здесь, поэтому педаль относительно оси плохо крутится. Значит, если я буду крутить шатуны, и у меня вдруг заклинит педаль правая, то она у меня должна закрутиться. Не понял. Она у меня выкрутилась. Так, еще раз. Я что-то не понял. Давайте повторим эксперимент. Значит, логика такая. Я еду, если у меня клинит педаль, то она не должна выкрутиться. Соответственно, я сейчас заклинил педаль, контрогайки пережал. Я еду, у меня заклинившая педаль. И у меня педаль должна закручиваться. Черт, ну она выкручивается. Не понял. Так, последний раз, честно. Я закручиваю педаль. И я знаю, что когда я вращаю педаль, и если вдруг у меня заклинит педалька, то она у меня должна закручиваться. Значит, я еду, я кручу педали. У меня педаль немного заклинила. Вот видно, да, заклинила. И она вместо того, чтобы закручиваться, она выкручивается. Так, вроде бы все было логично. Но почему она выкручивается? Может быть, педаль должна выкручиваться, если немного подклинит подшипник в педальке? Да нет, фигня какая-то. Зачем делать педаль, которая при вращении может открутиться вообще? В чем логика? Мне вообще нужна помощь в Википедии. Димон, прочти, что написано в Википедии. Смотри, написано следующим образом. Педали прикручены к шатунам справа правой резьбой, слева левой. Это предотвращает самопроизвольное выкручивание педали при вращении. Что? То есть все правильно? Педаль должна закручиваться? А почему она у меня выкручивается? Ну, почитай там, что там написано. Несмотря на то, что левая педаль вращается относительно шатуна по часовой стрелке, и казалось бы, что самозатягивающаяся для нее должна быть правая, а не левая резьба, определяющей здесь является иная сила. Так, надо подумать. Иная сила. А, не, ну так бы сразу и сказали. Почему же педаль закручивается при вращении вперед? Давайте зайдем издалека. Я тут подготовил волчок. Ну, у ребенка не было, поэтому я сделал самодельный. Давайте раскрутим самодельный волчок и посмотрим, как он вращается. Можем заметить, что ось вращения меняет постоянно свое положение. Это называется прицессия. С прицессией крутится не только волчок, но и наша земля. С такой же прицессией вращается и ось педали в шатуне. Дело в том, что между нитками резьбы остается небольшое пространство. А соединение на самом деле не супер жесткое и имеет небольшой люфт. Когда мы давим на педаль в таком вот положении, то у нас она опирается с этой стороны, с внешней внизу и с внутренней вверху. Когда положение шатуна меняется и мы давим, то в этот момент уже нагрузка не здесь у нас, а вот тут вот. С внешней стороны и здесь вот с внутренней стороны. Вот таким вот образом изгибается педалька. И так происходит по кругу. У любой педали будет небольшой, вот я закрутил, видите, у нее есть люфт. Даже когда мы закрутим сильно педальку, все равно этот небольшой люфт под большой нагрузкой остается. Просто мы его не замечаем, потому что он достаточно маленький. Ребята, привет вам всем из будущего. Смотрите видео до конца, а в конце мы проведем еще один эксперимент. Вот, чтобы понять этот процесс, возьмите ручку, желательно с колпачком, и зажмите ее в кулак. Немного ослабьте кулак. Вы же помните, что педаль на самом деле имеет небольшой люфт? Ну, мы немного, правда, преувеличиваем. И начинаем вращать с процессией против часовой стрелки. Немного ослабьте пальцы, вот таким вот образом. И крутите вот так вот. Вы можете наблюдать, что мы вроде бы вращаем ручку против часовой стрелки, в то время как ось ручки вращается по часовой стрелке. Видите, я специально даже установил флажок, чтобы вам было заметно. В этом и состоит смысл использования правой резьбы справа и левой слевой. Благодаря прецессии ось педали будет вращаться по часовой стрелке и закручиваться. Конечно, если у нас совсем заклинят подшипники в педалях, и настолько, что смогут превысить трение резьбы, то педаль, скорее всего, открутится. Однако, это крайне редкий случай. Почему же педали, если их не докрутить, иногда могут выкручиваться? Все дело, скорее всего, в том, насколько вы сильно давите на педаль. Если вы давите сильно, то педаль может закрутиться. А если слабо, но быстро, то может выкрутиться. В любом случае, я всегда рекомендую затягивать педаль с нужным усилием, до 40 ньютон на метр. Это достаточно сильно надо закручивать. Так вы не испортите резьбу. Чтобы запомнить, в какую сторону закручиваются педали, просто держите ось и крутите шатуны назад. Это не та педаль. Обязательно убедитесь, что вы взяли нужную педаль. Тут есть пометка левая и правая. Тут даже сверху написано. Для таких, как я. Так, чтобы закрутить, нам надо приставить немного педаль и крутить шатуны в обратную сторону. И наша педаль будет закручиваться. Второй способ запомнить, как закручивается педаль, крутите ее в ту же сторону, что и вращается ваше колесо при езде. Таким вот образом вам надо закрутить правую педаль. И ровно таким же способом, то есть вращаясь сюда, надо закрутить левую педаль. Надеюсь, наше объяснение было доступным. Вот такой вот интересный велосипед и физические процессы, которые с ним связаны. Извините, что говорю шепотом. Просто мне не давало спать. Два пункта. И сейчас 5 утра, и я решил доснять немного видео. Первый пункт заключается в том, что я боюсь, что не смог объяснить нормальным человеческим языком, почему все-таки педаль самозакручивается при вращении. А второе, мы не провели эксперимент. Где же доказательная наука? Значит, давайте начнем с первого пункта. У нас есть шатун, есть что-то наподобие педалей. Видите, она немного изгибается. Конечно, в оригинальной педали будет люфт намного меньше, но все равно этот процесс будет происходить. И сейчас у нас вектор направлен вниз и упирается в основном вот здесь вот наша педаль. Не сверху, как видите, да, а вот снизу. Давайте теперь немного прокрутим наш шатун. Теперь мы, как видим, все будем давить сверху на педаль. Она упрется здесь, а в самом нижнем положении она упрется здесь. Здесь я поставлю третью точку. Это у нас была первая точка, это вторая, это третья. Соответственно, когда мы крутили шатуны по часовой стрелке, у нас вот эта вот процессия происходила против часовой стрелки. Ну, я надеюсь, я правильно говорю, что процессия происходила. Значит, смотрите теперь на ручку внимательно. я кручу ее против часовой стрелки, а ее ось вращения по часовой стрелке, то есть ручка крутится по часовой стрелке. Колпачок, смотрите, крутится по часовой стрелке. То есть таким образом, если будет здесь правая резьба, то педаль будет закручиваться. Собственно, и для этого нужна левая резьба. С левой стороны для того, чтобы при вращении педаль тоже закручивалась. Ну, теперь проведем эксперимент. Я взял велосипед жены, потому что мне мои шатуны жалко. Здесь стоит пауэрметр, ну, достаточно дорогой, риск около 1000 долларов. Но я настолько слепо верю науке, что готов ими пожертвовать. Я лукавлю, конечно. Я думаю, что ничего не поломается, а если поломается, я смогу отремонтировать резьбу. Сейчас это достаточно просто. Значит, у нас есть педаль, которую нам надо закрутить. Я предварительно на педаль нанес кусочек валярного скотча, чтобы вам было хорошо видно. Ведь я сейчас закручиваю, то есть у нас вращается по часовой стрелке балярный скотч. Давайте теперь нарисуем какую-то точку. Вот, смотрите, вот тут вот. И тут вот они сейчас совпадают. Соответственно, если наша точка на педали провернется по часовой стрелке, да, сюда вот куда-то уйдет, значит, у нас педаль закрутилась. А если в другую сторону, то она выкрутилась. Я ничего не буду вырезать, но я надеюсь, что 30 секунд мне будет достаточно для того, чтобы она хоть немного сдвинулась с места. Хорошо, что станок тихий, можно крутить. Ну что, мне самому очень интересно, получилось или нет, работает наука или нет. Давайте посмотрим. Да, оно провернулось. Немного, но как вы видите, градусов на 20 все-таки провернулось. Наша педаль и закрутилась. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Высыпайтесь. Всем хорошего настроения и пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...